Роман Сенчин. «Петля». Не мужик. Первое. Аркадий боялся родного города. Сразу все вспоминалось. Он был особенным ребенком, и его часто били. Теперь он стал особенным человеком, и его уважали. Уважали во многих городах России и мира. Были те, кто гордился им в родном городе. Но как только Аркадий попадал сюда, или хотя бы представлял, что попал, сразу начинало потряхивать от воспоминаний. Нехороших. А город к себе тянул. Тянул так сильно, что приходилось срываться и ехать. Он находился на Урале. Принято уточнять, на Среднем Урале. Считался старинным, хотя от старины 18-19 столетий сохранился лишь пятачок на берегу запруженной речки Капухи. Заводское управление, склады, сам завод из багрового кирпича. Все это теперь превращено в музейный комплекс. В основном же были дома 40-х и 50-х годов. Огромные, облицованные керамическими плитами, слепниной, статуями на крышах. Многие статуи разрушились и торчали лишь ноги с частью туловища. И это пугало еще в детстве. Рождало в воображении жуткие истории про окаменевших людей. Эти люди хотели жить вечно, забрались на крыши, чтобы ближе к небу, стали каменными, но дождь, мороз, ветер оказались сильнее камня. Улицы непомерно широки для размеров города. Не улицы, а настоящие проспекты, правда короткие. В центре площадь с памятником Ленину, от которой расходятся в четыре стороны света четыре проспекта. Проходишь по любому из них, буквально 500-700 метров, и вот вместо красивых домов, гаражи, ангары, ремонт машин, проспекты превращаются в трассы, по обочинам которых тайга или болото. При Петре Первом на месте будущего города поставили медиплавильный завод. Копуху перекрыли плотинами. Вокруг завода, конечно, настроили жилищ для рабочих. В те времена подобных заводов по Уралу были чуть ли не сотни. Железоделательные, чугунолитейные, медиплавильные, металлургические, появился даже термин «горнозаводская цивилизация». Писатель Иванов написал о ней книгу «Путеводитель». Многие заводы зачахли еще в позапрошлом веке, исчезли. Теперь вместо них лишь горки битого кирпича, да и изржавевшие до полной непригодности железо. Но несколько заводов стали городами, в том числе и их. Медиплавильный завод был закрыт при Николае Втором, зато в окрестностях перед самой войной выросли два других, огромных, металлургический и машиностроительный. А после войны принялись за перестройку города. Появились проспекты, необъятная площадь, дворцы с колоннами и статуями на крышах. Город должен был стать одним из воплощений советского рая. Но к концу 80-х этот недовоплощенный рай стал ветшать. Заводы работали в полсилы, здания потихоньку разрушались, магазины пустели, люди уезжали. Аркадий родился в 81-м, застал самый краешек расцвета, а потом наступил вечный сумрак. Все было пропитано памятью о героических стройках. Заводы, железная дорога, театр, дворец пионеров, дворец металлургов. Разговоры велись о выполнении и перевыполнении плана не только на собраниях, но и на свадьбах, днях рождения. Пацаны из детского сада мечтали стать похожими на отцов. Даже их отцов-болезни, заработанные в горячих цехах, воспринимались как признак героизма. Аркадий выделялся. О заводах не мечтал, по стопам отца идти не хотел. Да и отца не знал, может, потому и вырос таким. Правда, у старшего брата Юрки отца тоже не было. Вернее, тот никогда его не видел. Но Юрка не выделялся. Ни характером, ни внешностью, ни поведением. Крупный, каменно-плотный, задиристый, а когда требовалось послушный и терпеливый. А Аркадий, непоседливый на уроках, мог подолгу смотреть на пруд, навсегда зеленые из-за сосен, гривы за ним, на облака. Читал книгу за книгой, не отличая в то время хорошую от плохой, скучную от увлекательной. «Ты учебники давай открывай», — сколько раз требовала мама. «Опять вон химию запустил, физику. Скажу библиотекаршам, чтобы не выдавали, мозги только засорять». Мама тоже работала на заводе, плела и плела на своем станочке металлосетку для воздушных фильтров. Продавщиц и прочих из сферы обслуживания не уважала. Точные науки Аркадию давались плохо, да он и не особо стремился их постигать. На уроках труда был вялый и равнодушный, с неохотой участвовал на физкультуре в командных играх, зато с удовольствием бегал, прыгал, подтягивался, отжимался. Хотя крепким не становился, скорее гибким. В их городе жили съехавшиеся из разных мест огромного союза. Были и блондины, и смуглые, рыжие, монголистые. Многие переженились, и их дети часто имели очень странную внешность. Но всех объединяло нечто такое, что сразу указывало «это уральцы». У Аркадия этого нечто не было. Пацаны, да и девчонки, девчонки, кстати, особенно, с детского сада воспринимали его как чужака. При зрении девчонок ранило сильнее пацанских тычков и подножек. Мама не защищала и не жалела. Ласковость была ей несвойственна. Но иногда смотрела на Аркадия с такой какой-то грустью, не печальной, а светлой, что ли, доброй, что у него становилось горячо под горлом и хотелось заплакать. Она словно бы видела в Аркадии следы чего-то хорошего и безвозвратно потерянного. Как-то раз, когда он прибежал из школы заплаканный и бросился к ней, прижался, потрепала по голове и сказала, «В честь Гайдара тебя назвала». Фильм был такой, когда он еще красный командир за бандитами гоняется. Его Ростоцкий играл, мы все в него тогда влюблялись. А ты вот Аркадий. Но не Гайдар совсем. Не Гайдар. Юрка, брат, относился почти так же, как и пацаны. Разве что, когда травля готова была перерасти в избиение, останавливал особо жестоких. Рожь хватит ему. Еще из окошка спрыгнет. Он у нас ранимый. Дома они почти не разговаривали. Общих увлечений и дел не было. Впрочем, Аркадий ничем особо не увлекался. Если бы хорошо рисовал, пел, танцевал, любил бы шутить, балагурить, его наверняка бы не воспринимали чужаком, не выпихивали прочь. Но он не удивлял. Никак не пытался войти в мир тех людей, среди которых родился и рос. Он любил читать, много смотрел телевизор, учился средне, держался в стороне от групп сверстников, и эти группы, устав от вражды друг с другом, то и дело нападали на него, иногда объединяясь. Часто словесно, а иногда с кулаками. Изучая себя как бы посторонними глазами, стараясь быть объективным, Аркадий приходил к выводу, что он не урод. Невысокий, но с тонкой костью, стройный, волосы почти черные, глаза темные, выразительные, не какие-нибудь там щелочки или прозрачные кружочки, как у многих. Нос, правда, крупноватый, зато с тонкой переносицей, губы пухлые, яркие. Парни и мужчины с подобной внешностью часто появляются в иностранных фильмах, и там они герои, в них влюбляются. А здесь он удостаивается, в лучшем случае, как-то с сожалением произносимого слова «смазливенький», вроде «бракованный». Юрка, окончив девять классов, поступил в училище, а после него ушел в армию. Попал в ВДВ. По комплекции подходил, да и по характеру тоже, этакий солдат от природы. Слал домой короткие, зато радостные письма. Мама жалел, что война в Чечне кончилась. Призвали его в декабре 96-го, а то бы показал этим шавкам, как на Россию наезжать. Мама читала его письма вслух и Аркадию, и соседям, и наедине себе самой. Гордилась. Но все-таки переживала. И младшего решила учить до полного среднего, а потом в какой-нибудь институт. Призывного возраста ожидал со страхом, его начинало мутить, когда думал об армии. Конечно, пугала дедовщина, о которой слышал с детства, но по-настоящему ужасало это существование в казарме, где нет своего личного места, где все время на виду, даже в туалете. «Ремень на шею и в позу орла», смеялся Юрка. «Как птицы на проводах». У них с братом была одна комната на двоих, и лет в 12 Аркадий при помощи шкафа, небольшого и легкого, выгородил себе отдельный уголок с кроватью и столиком. Мама сначала была против. Темнота ведь тут, нора машиная. А потом махнула рукой. Брат тоже вскоре привык, да и дома бывал редко, кружки, улица, компания. В выпускном классе Аркадий словно очнулся от того тревожно-сонного состояния, в каком жил. И экзамены сдал, отлично, хотя специально не готовился. Просто все то нужное, что услышал на уроках, вычитал в учебниках и книгах, увидел по телевизору, вспомнилось, превратилось в некие кристаллики знаний и выплескивалось в ответах учителям. Аттестат получил вполне приличный для попытки поступления в ВУЗ. «Поступай, поступай», говорила мама. «Что тебе еще делать такому? В армии задавят, как пить дать. К тому же опять война вон». В их городе были два филиала, известных в стране университетов, но учили там на технических специалистов, чтобы выпускники пополняли кадры местных заводов, и Аркадий отправился в областной центр. Запомнил в момент прощания на вокзале взгляд брата, к тому времени уже два с лишним года как женатого, работавшего машинистом завалочной машины. Юрка вслух не осуждал его, но глаза говорили, «Ошибку ты совершаешь, чумачача, непоправимую ошибку, откалываешься окончательно». Аркадий отворачивался, будто провинившийся щенок. До того в областном центре бывал два раза. Первые лет в десять мама получила какую-то премию или, может, денежный подарок на день рождения и решила показать сыновьям столицу их края. Аркадию казалось, что едут очень долго, хотя путь на самом деле занял чуть больше четырех часов. Но он не привык к поездкам и изъерзался, замучил маму вопросом, «Скоро?» За окном поезда было скучно, лес, лес, лес. Потом же ударили шум, мелькание людей, какофония музыки из привокзальных киосков. Голова закружилась, глазам стало больно наблюдать постоянно сменяющуюся картинку. У них в самые людные часы, в самые большие праздники такого никогда не бывало. Потом гуляли в каком-то парке, катались на каруселях, ели вкусное и сладкое, но ничто не радовало. Ни Аркадия, ни Юрку, ни саму маму. Вечером еле живые от усталости, попадали на полки в поезде, а ночью проводница еле добудилась их. «Ваша станция!» Второй раз приехали всем классом с ночевкой. Было им лет по четырнадцать. В плане значились музеи, театр, обзорная экскурсия. Ребята ходили как каторжники, еле передвигая ногами, угрюмо и затравленно озирались, на спектакле многие спали. Но Аркадию в тот раз город понравился. Вернее, не так ошеломил и придавил. Он увидел, что областной полуторамиллионник и их сто двадцатитысячник похожи. Дома такие же, и проспекты, и памятники, и выражение лиц прохожих, какая-то на них мрачная сосредоточенность. Не враждебность, не злоба, а именно сосредоточенность. Но мрачная. Будто каждый точит, скребет слабым инструментарием мозга, твердую, как гранитный камень, проблему. И еще Аркадию открылось тогда, что и его родной город, и этот не просто скопление домов, автомобилей, человечков на освобожденном от щащобы пространстве, а нечто живое, мыслящее, страдающее и иногда радующееся. С душой. Но души у обоих городов строгие, недобрые. Они не распахиваются каждому, не согревают, хотя притягивают, как магнит металлическую пыль на уроках физики этих самых человечков. И чем больше город, тем сильнее он притягивает. Пылинки человечки один за другим прилипают к магниту душе, но внутрь попасть суждено единицам. Это нужно заслужить, что-то такое сделать. Большинство же облепляет ее, душу, снаружи и висит гроздями, давясь и задыхаясь. Конечно, открылось это Аркадию не словами. Слова, да и то не совсем подходящие, не совсем те, нашлись много позже, когда стало необходимо объяснить другим, что он делает, что стремится создать. Второе. Поступил в недавно открывшийся социогуманитарный университет, о котором узнал еще дома. Его хвалили. Прогрессивный вуз, новые программы, выпускников расхватывают работодатели. Выбрал отделение психологии и сдал экзамены с блеском. Преподаватели так и говорили, блестяще. Баллы позволили занять одно из немногих бюджетных мест. Почему психология? Позже Аркадий часто пытался найти для себя самого точное, внятное объяснение. Мол, нужно было разобраться, из-за чего к нему так относятся, он ли виноват или окружающие, как устроено сознание людей, что побуждает их совершать определенные поступки. Но сам по-настоящему не верил в эти доводы. Скорее, на его выбор повлияла тогдашняя мода на психологию и сопутствующие ей науки и лженауки. Была уверенность, что с дипломом психолога можно легко найти денежную и несложную работу. Сложной работой Аркадий всегда считал физический труд. Удивлялся, почему большинство его выбирает, выбирает и украшает романтикой. Однокурсницы поначалу проявили к нему явный и откровенный интерес. Аркадия поразила их раскованность. В родном городе девушки с детства вели себя как тетки. Относились к мальчикам-парням словно старые жены. Командовали, помыкали, фыркали, досадовали, ни капли не уважали, но боялись, когда напарывались на ответ. Аркадий бросился однокурсницам навстречу. В компаниях был открытым и светлым, разговорчивым, остроумным, часто слишком, будто наверстывая годы одиночества, изгойства, но когда оказывался с девушками один на один, терялся и костенел. И они такие желанные, милые среди других девушек и парней становились пугающими, их страстность казалась опасной. В чем опасность, Аркадий не понимал, но это чувство было таким сильным, что он ничего не мог, ни говорить, ни обнять. Девушки сначала недоумевали, потом злились, потом или уходили, или требовали, чтобы ушел он, и очень быстро потеряли к нему интерес. Точнее, перестали слать сигналы, что готовы быть с ним, а лишь как-то насмешливо поглядывали, наверняка рассказывали друг другу о его так называемых осечках. Он покупал порно-журналы в магазинчике возле вокзала, иногда смотрел с парнями порнуху по видоку и возбуждался, и никаких осечек потом, когда запирался в душе или туалете, не было. Но с реальными девушками не получалось, даже не доходило до поцелуев, и с ужасом, таким сильным, что возникала мысль не жить, тянуло к окну, заставляло разглядывать крючки на стенах и потолках, он понял, что не получится уже никогда. Странно, но готовясь стать психологом, сам Аркадий к ним за помощью не обращался. Обращаться казалось глупым и унизительным, да и к девушкам тянуть вскоре перестало, они все сильнее напоминали ему одноклассниц, пугали, а не манили. Появились приятели, товарищи, многие были по-настоящему увлечены учебой, читали книги одну за одной, обсуждали их, заочно спорили с лекторами, а очно друг с другом, девушки приходили на такие посиделки редко, да и кажется не за тем, чтобы поговорить о пирамиде Маслоу или человеке в поисках смысла Франкла. Даже Фрейд с Юнгом их мало интересовали, в отличие от прилежных и строгих одноклассниц. Однокурсницы Аркадия явно хотели лишь весело выпить, потанцевать, а потом заняться сексом. Гадал, почему так? Ведь эти девушки по большей части съехались из таких же городов, что и он. В его городе не было особых развлечений. Один ресторан, который обыкновенно пустовал, там отмечали юбилей, гуляли свадьбы и исправляли поминки по знатным покойникам, но это случалось далеко не каждый день. Еще два кафе, и они использовались для тех же целей, жители города ели и пили дома. Многие служащие ходили домой в обеденный перерыв, рабочие брали бутерброды и кашу в стеклянных банках на заводы и не только из экономии. В столовых питаться было просто не принято. Дискотеки в свободные девяностые устраивались лишь по субботам. В воскресенье народ отдыхал перед трудовой неделей и пять дней напряженно работал, включая школьников. Примерно те же традиции существовали и в других небольших городах области. Здесь же, в областном центре, с его кабаками, ночными клубами, роскошными, построенными в позапрошлом веке для уральских миллионщиков ресторанами, с лепниной на потолках и позолоченными дверными косяками, девушек понесло. Не каждая могла позволить себе часто ходить в кабаки и клубы, но устроить маленький кабачок в общаговской комнате казалось вполне возможным. Главное выпивка, закуска и кавалер.